Вы понимаете, медицина хорошо определила болезни, а вот здоровье определила очень плохо. Получается, что здоровье, если не больно, значит здоров. Поэтому понятие количества здоровья очень было бы ценным, но как-то не прилилось. Значит, как можно себе определить количество здоровья? Можно подходить по тому, какие нагрузки человек в состоянии нести, выдержать без того, чтобы у него возникли какие-нибудь нарушения. В количестве здоровья можно было бы высчитать еще точнее. Например, можно высчитать, что сердце в покое дает 5 литров крови, а максимально при специальных безоксервированиях может быть 20 литров. У него 4-кратный резерв мощности. Также можно высчитать резерв для легких, допустим 10-кратный. Значит, так вот и высчитывается. Если сердце имеет 5-кратный резерв легких, 10-кратный, печень там сколько-то, 10-кратный, то можно некую формулу составить и получить некое число, ну, например, 5. Это значит, что у человека резервные мощности его в 5 раз превышают мощности той работы, которую он затрачивает в состоянии покоя. И вот если у него количество здоровья недостаточно, то вот тут ему и надо давать рекомендации. Уже очень существенное, что вот вам надо и сбавить столько-то килограммов, вам надо увеличить нагрузку, потому что, извините, пульс у вас, например, 80, а вам полагается хотя бы 60, и вам нужна нагрузка, и подвозочек у вас не гнется. Вот это все доктор должен сделать со здоровым человеком, условно здоровым, который пришел на диспансеризацию, а не к лечащему врачу. Значит, количество здоровья – это некий коэффициент, который показывает, насколько резервные мощности организма больше тех мощностей, которые он затрачивает в состоянии покоя. Только упражнениями можно увеличить количество здоровья. Только упражнениями и больше ничем. Причем упражнениями специфическими для каждого дела. Вот для сердечно-сосудистой системы. Но универсальной является физкультура. Она все увеличивает. Однако к ней надо еще и питание, и закаливание в качестве необходимых компонентов. Вышифруйте, пожалуйста, ваше выражение «режим ограничений и нагрузок». Режим ограничений и нагрузок. Суть состоит в том, что для увеличения количества здоровья нужны, во-первых, нагрузки. Понимая под нагрузками, это в основном физические нагрузки. Эмоциональные тоже. Но эмоциональные без физических нагрузок просто вредны. Физическими они не вредны. Они тренируют нашу стрессторную систему, которая нам очень тоже важна. Но если ее тренировать стрессом без физкультуры, то это приводит обязательно к болезням. Так, значит, режим нагрузки – это физкультура. Профессиональные хорошие нагрузки перечислить – это тоже полезно для себя и для общества. Ограничения. Ограничения касаются других компонентов здоровья, необходимого здоровья. Прежде всего, ограничения в еде. Второе – ограничения в смысле одежды. Не надо слишком кутаться. Вот это касается ограничений. Ограничения в смысле табаку, водки, там все – это все ограничения. В смысле всяких пряностей, чрезмерного количества всякой еды. Не скажу, что я уже передаю, это очень большое значение. Но что касается этих самых алкоголя и табаку, так это уж незамерно же вредное дело. Вот в этом и суть режим ограничений и нагрузок. Говорят, вы когда-то курили. Расскажите, пожалуйста, как вы бросили курить? Это интересно. И вообще, как вы относитесь к курению? Ну, к курению можно однозначно относиться, только больше никак. Любой доктор должен относиться к этому. Курение, несомненно, очень вредно, потому что оно разрушает легкие, не всякого сомнения. И вредно у всех, на многие органы действуют. Вредно это медики во всех странах давным-давно доказали. Я служу доказательностью этого, потому что врачи, вот в Англии, в Штатах, например, в том, что я сталкивался в последние годы, почти совсем перестали курить. А в 20 лет назад курили так же много, как и наши. Значит, таки они поняли, что это по-настоящему вредно. Курить вредно. Я долго курил, но я не был, не могу сказать, что я был такой, что какой-то страшный такой завзятый курильщик. Так мы, как мои друзья смеялись, если только папиросы переводишь. Поэтому бросить курить мне не составило никакого труда, это было 20 лет назад. Я начал кашлять по утрам. Если курищик начинает кашлять по утрам, то это уже прямой сигнал ему, что курить надо немедленно бросать. Вот я как бы начал кашлять, поэтому я сразу бросил, бросил курить. Николай Михайлович, Вы всегда легко одевались? Или, может быть, Вы специально занимались закаливанием? Нет, я всегда легко одевался. Я легко, я до нуля градусов, я, значит, делаю гимнастику без рубашки вообще. Ну вот, потом после нуля уже в какой-то майке, допустим. А бегали в рубашке, без майки я бегали, там, градусов до пяти холода, с майкой, под рубашкой, там, градусов до десяти-двенадцати, это, правда, зависит еще от ветра. Ну, а уже там после двенадцати-пятнадцати я что-нибудь надевал, такой для дыраков. А как Вы считаете, как вообще надо одеваться в повседневной жизни, чтобы реже простуживаться? Я уверен, что люди у нас очень сильно, очень одеваются совершенно избыточно тепло. Все почему-то боятся, чтобы не было холодно. Человек подвижный, он никогда не замерзнет, даже если он очень, очень, одет очень легко. Ходи поближе. Взяты те, которые двигаться не могут. Поэтому все люди одеваются избыточно, и особенно избыточно одевают детишек. Это уже просто возмутительно.